МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперативные сотрудники МДХК задержали двух торговцев наркотиками. В квартире одного мужчины 60 брикетов гашиша обнаружены в морозильной камере холодильника. Другой хранил наркотик в гараже. Подробности далее. Задержали 30-летнего мужчину сотрудники управления наркоконтроля МВД Хакасии и бойцы спецотряда «Гром». Подозреваемый продал гашиш в ходе проведения обыска в квартире задержанного. Из морозильной камеры холодильника были изъяты еще 60 коробков зелья. Они направлены на экспертизу. Также изъято более 55 тысяч рублей, добытых предположительно преступным путем. Молодой мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотиков ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. А этот мужчина также подозревается в сбыте гашиша. Полицейские длительное время следили за ним. Его задержали в ходе четко спланированной операции. Оперативники остановили машину злоумышленника. При досмотре обнаружили и изъяли 7 коробков гашиша и 35 тысяч рублей. Кроме того, в гараже 45-летнего абаканца изъято еще 86 брикетов. В настоящий момент они направлены на экспертизу. Подозреваемые утверждают, все эти коробки гашиша он нашел на свалке. И просто не успел принести в полицию. В такую историю верится с трудом, ведь ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков. За что задержан? За то, что нашли в машине что-то непонятное. Ранее судимы? Да. За что привлекались? 2-2-8. Нашел на помойке, на ближайшие возле дома. Почему в полицию не отнесли? Не успел. Вот сегодня хотел заехать. Меня арестовали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет заключения. С начала этого года уже более тысячи жителей Хакасии стали жертвами мошенников. Аферистам граждане отправили десятки миллионов рублей. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников полиции на удочку обманщиков, ежедневно попадается несколько человек. Мошенничество, оно стало огромной проблемой современности. Каждый год статистика удивляет и шокирует. Только с начала 2020-го в Хакасии жертвами обманщиков стали 1170 человек. Они отдали мошенникам более полусотни миллионов рублей. Действуют тысячи известных схем обмана. И, конечно, появляются новые. Можно сейчас отметить, что на фоне пандемии идут такие моменты, что спекулируют лекарственными препаратами, которые люди по тем или иным показаниям начинают через сети интернет искать и, соответственно, попадаются на угловки мошенников, которые вроде предоплату берут, а, соответственно, товар не отправляют. Такие случаи есть. Мы как раз сейчас занимаемся одним из раскрытием преступления, расследованием уголовного дела. О мошенничествах беспрестанно говорят. На слуху тысячи схем и случаев обмана. Полицейские и Хакасии проводят сотни акций и профилактических бесед. Сотрудники буквально поквартирно обходили тысячи граждан и объясняли, как не стать жертвой обманщиков. Стражи порядка беседуют с людьми на улице, на вокзалах, в общественных местах, раздают листовки. В том числе размещают их в общественном транспорте. Казалось бы, все, даже дети, слышат и знают об этом. Но статистика упрямо доказывает обратное. Когда человек лично сталкивается с аферистами, происходит что-то необъяснимое. Он берет им и сам отдает собственные деньги. Такие жертвы, практически с каждым проводятся профилактические мероприятия. Они знают либо от соседей, либо от СМИ, что существуют такие способы мошенничества. Но почему-то не реагируют. Мошенники, как правило, это тонкие психологи, которые играют на чувствах податливых людей, которые почему-то не задумываются и критически не оценивают ту информацию, которую у них выведывают. Сами граждане признают, что страдают от собственной доверчивости. И стать жертвой обманщиков может каждый. А вот как считаете, вот несмотря на то, что вы читаете газеты, смотрите передачи, вы бы могли стать жертвой мошенников? Могли. Иногда раз и распахнешь. Мы привыкли доверять людям. Ну, конечно, мы все настороже. Мы все об этом уже знаем. Здесь играет роль эффект неожиданности. И они как-то очень так разговаривают убедительно. Наверное, могла бы, потому что я знаю одну мою знакомую. Ей позвонили по телефону, умная женщина. И сказали, что ваш сын попал в ДТП. И она только через полчаса опомнилась, что у нее вообще сына нет. Она обалдела, начала куда-то звонить и только потом пришла в себя. От злого умысла никто не застрахован, поэтому... Большинство людей же живет, исходя из того, что люди, которые к нему обращаются, с которыми он общается, все-таки люди, по большей части, хорошие. Иначе просто как бы жить в этом мире гораздо сложнее с другими отношениями. Мы же часто пользуемся пластиковыми картами, возможно, могли бы сказать. Все часто пользуются, особенно в интернете. Получается, по интернету было объявление о продаже животных. И мне позвонили, попросили, как бы, как номер счета свой дать. И мне приходилось смс-сообщение, ну, онлайн Сбербанк. Я сама поняла, получается, ну что... И потом номер, получается, я ввела этот, с которого мне звонили в интернете. И там было написано, что как бы мошенничество. Полицейские не перестают напоминать о том, как избежать опасности и сохранить свои деньги. Советы просты и неизменны. Избегайте навязчивых незнакомцев. Не сообщайте никому своих личных данных. В первую очередь, если попросу вам это говорить, что должно насорожить в первую очередь, это когда неизвестно вам звонят и начинают выведывать различного рода ваши персональные данные. Данные банковских карт, либо просят установить какую-то программу удаленного доступа. Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть более внимательными. Ведь бдительность и осторожность каждого из нас – это самое надежное средство борьбы с мошенниками. Полицейскому из Хакасии Валерию Поппингейму предстоит побороться за звание Народного участкового России. Финальный этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября. Поддержать земляка и принять участие в электронном голосовании может каждый желающий. Старший участковый уполномоченный полиции МВД России по Алтайскому району – Валерий Поппингейм. Второй год подряд он становится Народным участковым Хакасии. Валерию 36 лет, из них 12 он отдал этой особенной и важной профессии. Работа без выходных, постоянные выезды в любое время суток – все эти трудности его не пугают. В ведении майора полиции 5 населенных пунктов, в которых проживает более 2000 человек. Каждому нужно найти подход, проявить профессионализм и терпение. Быть участковым для Валерия – призвание. И об этом говорят многочисленные поощрения в личном деле полицейского. Но главная оценка – благодарность и доверие граждан, которые дважды выбрали Валерия Поппингейма Народным участковым Хакасии. В этом году на территории Российской Федерации проходит 10-й юбилейный конкурс Народной участковой среди участковых, уполномоченных полицией Российской Федерации. По итогам двух этапов первое место в Республике Хакасии занял в очередной раз майор полиции Поппингейм Валерий Владимирович. Я призываю всех принять активное участие в голосовании за нашего участкового в третьем этапе этого всероссийского конкурса. Поддержать Валерия Поппингейма в борьбе за звание Народного участкового России может каждый желающий. Всероссийское голосование стартует с 1 ноября и продлится 10 дней. Чтобы отдать свой голос за участкового из Хакасии, нужно будет зайти на сайт газеты «Комсомольская правда», электронный адрес которой вы видите на экране. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня это все. Вы смотрели программу «Территория-02». В студии была Ольга Погодаева. Безопасности вам и вашему дому. Увидимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА